Всем привет! Продолжаем знакомиться с мифами Амфион или вездесущий древнегреческой мифологии царь Фиф, сын Зевса и Антиопы, брат-близнец Зефа, муж Необы, отец семи сыновей и семи дочерей. Его мать Антиопа беременная от Зевса, а Зевс облазнила ее в облике Сатира, так вот она в страхе гнева своего отца Нектея бежала в город Сикон, где вышла замуж за Эпопея. Ноктей перед смертью попросил брата Лика отомстить Антиопе. Лик отправился в Сикион и взял в плен Антиопу и убил ее мужа. По дороге Фивы она родила двух близнецов, зачатых от Зевса, Амфиона и Зефа, которые были оставлены у горы Кеферон. Амфион воспитан пастухом, стал кефаредом, лиру ему подарил Гермес, то есть человеком, который играл на Ливе. Амфион славился как музыкант, научился у лидийцев музыки и к четырем струнам добавил еще три, почти как семиструнная гитара. Согласно поэме о Европе, Амфиона научил пользоваться лирой Гермес. Он привлекал пением камней, зверей. Согласно поэтессе Миро, воздвиг жертвенник Гермесу и получил лиру. Пел, в гимнах называл и Фир Зевсом. Через 20 лет Антиопа бежала, нашла сыновей, которые затем захватили город Фивы. Вместе с братом Амфион убил Лика и привязал дирку к быку. С братом укрепил Фивы стенами. Надо сказать, что камни во время строительства двигались сами под звуки лиры Амфиона. По утверждению некого египтянина, на песне Амфиона приходили камни. Погиб от стрела Аполлона и Артемида, Глибес покончил с собой после гибели сыновей. Другая версия. Когда хотел разорить святилище Аполлона, был убит его стрелами. Его дом был сожжен. Зефу и Амфиона была воздвигнута общая могила Фива. Камни, составляющие ее основание, это те самые камни, что двигались по звуке его песен. Ну вот примерно все, что есть в Википедии о Амфионе, древнегреческой мифологии, царе Фив, сыне Зефа и Антиопы. Брат-близнец Зефа, муж Необа. Все, пока-пока, до свидания. Нашел какие-то картинки. Пока, до свидания.